Докажите, что диаметр окружности, проведенный через середину хорда, не являющийся диаметром, перпендикулярный этой хорде. Ну что ж, рассмотрим задачу. У нас есть диаметр. Он проводится через середину окружности и перпендикулярно, и через середину некоторой хорды. Хорды называют отрезок прямой, не проходящий через его центр окружности, и он сидящий в две его точки. Вот эти вот части я потом настраиваю, чтобы получился треугольник. Теперь, чтобы доказать, что вот этот диаметр, перпендикулярный хорда, надо использовать свойственно на бедный треугольник. У нас есть треугольник СОД. Из него следует, что высота, которая опущена к основанию, так как у него СО равняется ОД, эти стороны, высота опущена к основанию, является и медианой, и бисектрисой высотой. Так как изначально сказано, что этот диаметр делит соотношение этих сторон как пополам, то значит, что этот квадрезок ОЕ будет являться высотой по свойству равнобедный треугольник, потому что он является и медианой, и бисектрисой вот этой нашей стороны СД. То есть бисектрис вот этого угла, медианы вот этого угла, и также он является высотой опущен на эту сторону. И свой равнобедный треугольник. И отсюда следует, что, поскольку вот этот ОЕ сопринадлежит, содержится в отрезке АВ, то следует, что диаметр как раз и будет перпендикулярен СД. То есть АВ перпендикулярен СД. Все это следует, и свойство на обедный треугольник. И что А? Медиана, проведенная к основанию, вот у нас, сколько это выделяет с медианой, будет также являться высотой. Вот и все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...